Галина Наговицына поделилась с главой города болью жителей третьего микрорайона Витязева. Все преобразования в курортном селе проходят мимо них. 15 лет назад даже коммуникации первой необходимости людям пришлось прокладывать за свой счет, а теперь еще и содержать. У нас нет ни дороги, ни газа, свет, воду сделали, пользуйтесь, прорыв, идите, пожалуйста, за свой счет. Я завтра иду в водоканал, просите, чтобы еще раз забрали воду в водоканал. На сети есть вся техническая документация, а значит с передачей на баланс водоканал проблем быть не должно. Передать надо и частные трансформаторные подстанции, которые сегодня не обслуживают должным образом. Чуть дождь или ветер, и люди в Витязевском микрорайоне остаются без света. Десятилетиями развивалась непропорционально строительство, инфраструктура. Это хорошо, что построили буржу. Хорошо, что сегодня, каждый день идет отключение, вот я сейчас рассматривал, по-моему, 8 или 9 заявок на послезавтра, вернее, на 16-е. И каждое отключение, там и по Витязево есть. Каждое отключение – это замена каких-то присоединителей, замена технического обслуживания трансформаторов и так далее, и так далее. Этой работы полгода назад еще никто не делал. Бесхозные участки тоже доставляют немало проблем местным жителям. Стоят по пояс в траве, пристанище змей и бродячих животных. После ревизии земли можно принимать меры. Сейчас разрешение на строительство ИЖС выдается на 10 лет. Мы живем сегодня по земельному законодательству, ныне действующему. На 10 лет выделяется. Если прошло уже более 10, мы вправе инициировать расторжение через суд. По каждому проблемному вопросу глава Анапы поставил контрольные сроки для исполнения и ответа заявительницы. Понимаю.